Релакс перед началом съемок. Предлагаем поиграть в игру. В какую сегодня, Кирилл? Сегодня играем в игру, которая называется «Правда или действие». Ее любят очень в детских пионерских лагерях. Она заставляет поближе друг друга узнать. Мы были в лагерях, Роман? В лагерях! В лагерях! Две смены подряд. Две смены подряд. Два срока подряд. Итак, суть игры простая. Мы с Лидой задаем вопрос «Правда или действие?». Это очень коварный вопрос. Да, «Правда или действие?». Тебе надо выбрать. Либо ты говоришь нам правду, мы задаем тебе вопрос, либо надо выбрать действие. Ты исполняешь то, что мы с Лидией Валентиной себе придумали. «Правда или действие, Роман?». Ну, пусть будет действие. Отлично. Отлично! Я ждал этого, мне очень нравится. Что ты будешь? Я буду кофе. Я буду кофе. Роман, сделай, пожалуйста, нам кофе, а мы пока начнем программу. Спасибо. В эту игру надо играть почаще. Правда, Кирилл? Совершенно с тобой согласен. Хорошая игра. Сегодня в День радио мы с вами говорим о независимой журналистике. В эфире программа «Соседский Wi-Fi». С вами Лидия Шулаева и Кирилл Васенин. Привет! Всем привет! Привет! Я живу в Сарове два года, и одна вещь меня удручает из раза в раз. Например? Праздникам этот город не украшают от слова совсем. Вот что в Новый год ничего нет, кроме редких-редких гирлянд, что на носу у нас День Победы. В прошлом году, кроме одной растяжки на проспекте Мира, я ничего не видела. В этом году тоже. Этот контраст, он бросается в глаза. Выезжаешь в этот же Арзамас, в Дивеево, недалеко от Сарова, и там эти растяжки, билборды, да, вот с Георгиевской лентой, возможно, с какими-то фотографиями солдат, с тех солдат Победы. У нас ничего нет. При этом, насколько, Кирилл, ты помнишь, 100% социально. Куча рекламных плакатов, которые, вот этих баннеров, которые выиграли конкурс под лозунгом социально 100%, и на них могла бы появиться какая-то праздничная атрибутика. Вот ты знаешь схему, по которой вот это все появляется? То есть, какой первый шаг должен быть, чтобы на билбордах во всем городе, а их у нас очень много, появилось новых, чтобы появилась такая социальная реклама, направленная на 9 мая. Вот какая схема должна произойти? Это администрация должна сделать первый шаг? Это могут, как частные люди через администрацию, насколько я знаю, вроде бы за 40 дней заявиться о желании разместить какую-то социальную рекламу, либо сама администрация должна заявиться, что вот на этих счетах мы хотим разместить... Производство рекламы платное, то есть, условно, напечатать и сделать макет платно, а вот размещение бесплатно. Надо просто собраться и всем вместе заплатить один раз за макет и один раз за печать, и повесить в нужном для тебя месте, причем, насколько я понимаю, что можно, в принципе, выбрать еще и место, куда повесить. Да, потому что 100% социально. Ну, а пока у нас есть наш плакат на проспекте мира. Это даже не плакат, это растяжка, которая сначала к дню Атомщик всех поздравляет, потом с 1 мая, потом с Новым годом, ну, может быть, в другую позицию, но как бы там за этим взят. Главное успеть менять. Это вспомни кинотеатр России еще. В середине апреля поздравлял нас с Новым годом, но теперь сменил на нейтральное с праздником. Уместно каждый день? И, кстати, Кирилл, что касается украшения города и прочей атрибутики, тут надо быть крайне внимательным. Опять наш славный Нижний Новгород прошумел на всю Россию прекрасный. Конечно, это не смысл показать, как это выглядит. Да, посмотрите сюда, прекрасными этими баннерами. Добро пожаловать в Нижний Новгород. Новгород. Вот я человек... Сыстриня, насколько я помню, в аэропорту, да, было сделано? Да, это в аэропорту. Я человек, который ошибается. Ошибается часто, и опечатки, и оговорки у меня случаются. Одно только вспомнить, что в этом городе проживает 3,5 миллиона рублей. Но я написала 3,5 миллиона рублей, ты прочитал, ты это заметил. Тут один человек разработал дизайн, написал, 5 человек его согласовало, 66 человек его утвердило, 8 человек его приклеило, потом еще 38 его приняло, и заметил случайный прохожий. Это же где-то был размещен тендер на то, чтобы сделать. То есть кто-то вывесил на официальных государственных порталах, что, ребята, нам нужно оформление к FIFA 2018 в Нижнем Новгороде. Нашлась компания, которая сказала, мы вам сделаем дешевле всех. В компании сидит дизайнер, перед ним компьютер, и он себе сидит и пишет, нижний Новгодр. И в этот момент что-то у него, видимо, произошло. Может быть, ему пришла смс о том, что котик умер, любимый, или канарейка улетела. А может быть, он толки и начитал, шутят в сети сейчас. Да? Но на самом деле, ты же помнишь, это же наша любимая схема, дешевле, значит, лучше, а потом, ай да, переделаем. По гарантии. По гарантии. На этой неделе просто наткнулся на миллиард новостей о том, что люди неожиданно, в России, как это ни странно, люди перестали делиться своими данными о зарплате. А раньше они делились. А раньше это просто такое ощущение, что те, кто вот этот вот делали, вот этот социологический опрос, такие, ну да, все же раньше делились, как бы, а вот сейчас что-то произошло. Ты делишься с кем-нибудь о размерностной зарплате? Нет, это секрет. Коммерческая тайна. Коммерческая тайна. У многих, кстати говоря, даже в договоре написано, что они не имеют права. Кроме депутатов и муниципальных служащих. Они вот как раз декларируют свои доходы. Просто в контракте написано неразглашение третьим лицам условий и оплаты труда. А у некоторых написано даже для налоговой, поэтому официально получают минимум там 10-12 тысяч. Ну да. Но я начал копать эту ситуацию, начал, мне стало интересно, что же такого, и наткнулся на новость. Оказывается, есть страна, в которой все диаметрально наоборот. То есть там... Люди с плакатами выходят, получают столько рублей в месяц. Да, 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 ребята, смотрите, вот я классный. Нет, на самом деле, у них на государственном уровне поставлен вопрос как? Чтобы люди друг друга не завидовали, потому что это порождает ненависть. Мы сделаем так, чтобы все данные о всех зарплатах любого человека в стране была доступна любому человеку в стране. Это Норвегия. Я думала, это Советский Союз был. Нет, нет, нет. Если раньше это были такие большие грозбухи, то есть в них прям писали рукой, кто сколько заработал за месяц, и можно было прийти в городскую ратушу, открыть книгу, найти себя, найти своих друзей и знакомых, то сейчас вообще просто. Ты можешь с мобильного телефона сделать запрос на портал, ну, так называемых государственных услуг в Норвегии и любого человека, президента, спортсмена, просто набрать в поисковик и тебе даст выдаст зарплату. Правда, с условием, что этому человеку придет оповещение о том, что его данные просматривают. А что еще можно найти в интернете, узнаем прямо сейчас. Наташа Петрунина обследовала просторы все еще живущего Телеграма. Давай, Наташка, давай! Прошло уже три недели с момента официальной блокировки Телеграм. Но всем Роскомнадзором на зло мессенджер продолжает радовать свою постоянно растущую аудиторию. Впрочем, даже при всех стараниях дурова и его команды, у многих пользователей до сих пор случаются сбои в работе Телеграм. На помощь пострадавшим не пришла, а прилетела настоящая супер-женщина Наталья Тимакова. По совместительству, кстати, пресс-секретарь Дмитрия Медведева. В сети уже несколько дней активно обсуждают новости о том, что даже они не только знают как, но и успешно обходят блокировки неугодного Телеграма. Как нам только что сообщили в сети, никогда не появлялся вот этот скриншот с комментариями Натальи Тимаковой. Как сообщает нам канал Медиаликс, 23 апреля Роскомнадзор оштрафовал интернет-газету ЗНАХ за публикацию видео, содержащего нецензурные слова и выражения. Позднее РКН прислал протокол, где перечислил пять матерных слов и их производные, которые нельзя писать или произносить в СМИ. За частичную цензуру при помощи звездочек, линий или любых других знаков также полагается штраф, а затем и блокировка. По понятным причинам мы не можем озвучить весь список. Вот блондинка безрукая. Уверен, вы и сами сможете догадаться, о каких словах идет речь. По данным канала 360 ТВ, всеми любимый мультик про очаровательную свинку Пепа внезапно оказался под запретом в Китае. А все из-за того, что многие родители посчитали, что мультсериал формирует у мальчиков и девочек неправильное представление о дружбе и обществе и вообще ведет несоответствующие общепринятые морали образ жизни. Такая вот Пепа-свинья. Ваш мир никогда не будет прежним. На канале Медиалекс появилась шокирующая новость. Официальный аккаунт шведского правительства в Твиттере рассказал своим подписчикам, что продающиеся в магазине Икеи и признанные национальным блюдом швеции фрикадельки на самом деле сделаны по рецепту, которые король Карл XII привез из Турции в начале 18 века. Вопросы подписчиков, как теперь с этим жить, что делать и чем лечить разбитые горькой правдой сердце, шведское правительство оставило без ответа. К нашему соседскому Wi-Fi тем временем подключился наш гость Роман Олейник. Роман Олейник это независимый журналист, который работает во всех видах, во всех возможных СМИ. И мне кажется логично, что о независимой журналистике сегодня мы будем говорить именно с Романом. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. И подключайтесь, Роман. Да, вот я уже, да. Вбивайте себе парольчик. Да, парольчик, да. Диктуй, Кирилл. В этот раз сегодня у нас соседи другие и у нас парольчик. W-I-F-I-2018. Есть контакт? Да, вот все. Отлично, контакт есть. Поехали. Да, загрузилось. Самый главный вопрос вообще, независимая журналистика, миф или реальность? Вопрос, который задает вообще, мне кажется, всем, 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 кто говорит, что он независимый журналист. Грустный вопрос на самом деле. Да почему? Ну, потому что программа веселая, вопрос грустный. Существует ли журналистика, независимая ни от кого? Журналист всегда зависим. Он зависим от себя, прежде всего. Потому что внутри каждого из нас, если говорить по-серьезному, сидит некий внутренний цензор, который никогда не даст нам сказать то, что мы не можем сказать. Ну, есть такая тетика и граница. Внутренний центр понятно. Внутренний центр. А дальше, а дальше, все зависит от окружения. Понятно, что есть разные роли на этом журналистском, на этой журналистской поляне. Есть Невзоров, да, есть Доренко, а есть Дим Киселев, да. Они каждый считают себя независимым журналистом. Ну, вот, ну, каждый. Ну, как можно быть независимым журналистом, а работать на государственном канале? А он считается независимым журналистом. Ну, ему платят деньги государство. Государство... Наверное, такая позиция. Я завишу от того, кто мне платит. От всех остальных я независим. Это в том числе и да. Потому что, конечно, можете ли вы быть независимы на своей работе от своего руководителя? Тоже это... Есть ли независимый бухгалтер? Ну, вот, который работает в мощности, да? Чтите, чтите. Это сидящий бухгалтер. Есть ли независимый вахтер? Вахтер. Вахтеры, между прочим, главные люди в Бондоне. Кто бы что ни говорил. Кто бы что ни говорил. Главнее только консьерж. Да, есть еще... Есть ли там, я не знаю, там, независимый дворник? Это примерно то же самое. Поэтому, если говорить серьезно, конечно, мы все стараемся быть взвешенными, мы все стараемся быть максимально, насколько это возможно, объективными. Хотя, там, 20 тысяч раз я слышал всякие разные обвинения, что ты из этой команды, ты из этой команды, ты из этой команды, из этой команды... То есть, у нас люди любят красить, окрашивать тебя в какой-то цвет. Красный, белый, зеленый. Да, потому что им так легче... Им так легче. Ну, они тебя покрасили. Какого же цвета вы, Роман? Я даже перефразирую. Все-таки, кто же платит деньги независимому журналисту? Независимому журналисту платят деньги, вот именно независимому журналисту, платят деньги его аудитория, которая его покупает. То есть, ну, мы переходим к блогингу, по большому счету. Не только к блогингу, потому что, если мы, например, возьмем опыт западных стран, мы же читаем в новостях, что крупные рекламодатели сняли рекламу из шоу условного, там, Джона Джонсона. Угу. То есть, они ему платили деньги, вот именно в этом шоу размещали рекламу, потому что его смотрит зритель. Да, соответственно, независимому журналисту платят деньги его аудитория. У нас, к сожалению, это не работает. У нас это работает в YouTube сегодня. На телике не работает, потому что у нас нет общественного телевидения, в принципе, такого понятия. У нас... А канал ОТР? Это не общественное телевидение в том смысле, в котором оно называется общественным телевидением. То есть, это нет... Общественное телевидение, вот если бы у тебя из кармана Кирилла доставали бы 100 рублей ежемесячно. Ты платишь за каналы, которые ты смотришь. Вот. И за счет твоих денег живет канал. На оплату общественного телевидения. Тогда бы это общественное телевидение зависело от тебя, как от зрителя. Все понятно. И ты выбираешь, что смотреть, кого смотреть. Ты заказываешь программу. В Британии эта сумма гораздо больше, чем 100 долларов, гораздо больше, чем 100 рублей, но существенно больше. Да, и там, соответственно, тебе предлагают BBC One, BBC Two, BBC Four. Но это все хорошо, да, Роман, вы говорите, вот такие вот абстрактные вещи в Британии, может быть, даже в России, в Сарове. Что значит быть независимым журналистом в Сарове и кто платит независимому журналисту в Сарове? Мне кажется, они голодают. Ну, я похож на голодающие. Нет? Вы больше похожи на зависимого журналиста. Кто платит? Кто платит? Платят те СМИ, которые хотят видеть меня своим автором. Навязывают свою позицию. Говорят, что писать. Как писать. Мне кажется, кто платит, тот музыку и заказывает. Ну, в общем, как бы да. Ну, в любом случае есть редакционная политика у разных СМИ. Вот о том и разговор. Есть главный редактор, который определяет, что выходит, что не выходит. Конечно, темы обсуждаются, подходы обсуждаются, но неизменным всегда остается одно. Самое ценное, что есть у человека и у журналистов, это его репутация. Если человек допускает, у нас есть второе, такие примеры, увы, к сожалению. Увы. Да. Если человек допускает, что он своей фамилией, своим лицом подписывает откровенную чернуху, да, или откровенная, то, что называется пропагандой, понятно, что потом... Потом не отмоешься. Потом не отмоешься. Потом не отмоешься. конечно, мы все в той или иной степени зависимы. Мы все в той или иной степени зависимы от наших редакций, зависимы от наших учредителей, зависимы от наших зрителей. И самое главное, найти вот этот баланс пресловутый, когда ты честен сам собой, ты честен со своими зрителями. И, конечно, безусловно, в этом смысле в России есть два таких неколебимых авторитета в журналистике, на которых так или иначе равняются все. Леня Парфенов. Да. Ну и второй? Для меня вот непоколебим Леонид Парфенов, человек, на котором я училась, на котором я стоял. Познер возможно. Как сказал один, один, да. Потому что он живет в условиях первого канала. У него есть черный список гостей, у него есть белый список гостей. Тем не менее, он себе позволяет государственную дуру, которую Эрнст потом не вырезает, и она идет на все часовые пояса. Когда был советским пропагандистом, тоже был честен с собой, что самое интересное. Потому что это тоже была позиция. И он ее честно отставил. Потом он получил другой опыт и понял, что его позиция была, ну скажем так, мягко не совсем правильная. Он честно в этом признал. Сказал, ребята, я читал одно из интервью, что да, я там... Потом понял. Самолет это была ситуация, когда был сбит самолет в Советском Союзе, тогда ему надо было говорить о том, что типа была типа нештатная ситуация, там было ничего, сбитого не было ничего, мы ничего не сбивали. Оказалось, что это была пропаганда, он извинялся, это очень долго. Это дорогой сказать, Хотя с этим сбитым самолетом там тоже весьма интересная история, потому что я, например, знаком с человеком, который управлял комплексом БУК на Дальнем Востоке, который вел этот сбитый самолет, вот тот самый пресловутый комплекс БУК, который, говорят, что сбил малайзийский Боинг, он вел и вот этот вот Боинг южнокорейский. И это продолжалось на протяжении, как известно, многих часов. То есть команда нас сбить, она не была дана вот там, только залетел и сразу сбили. Они тоже не понимали, что с этим делать совсем. Он угрублялся в территорию России. Что там на самом деле происходило, мы тоже никогда не узнаем, к сожалению. Получается, что независимая журналистика, независимый журналист это тот человек, это идеал, который выбирает, от кого он будет получать деньги. Да, кстати, хороший позиция. Это идеал, к которому мы все стремимся. У нас у каждого в голове есть некий идеальный образ профессии, есть некий идеальный образ нашей работы, есть некий идеальный образ того, что мы хотим делать. И если мы к этому стремимся, если мы спорим с нашими редакторами, если мы спорим с нашими учредителями, что может быть чревато, если мы пытаемся что-то сделать, и никогда мы сознательно не занимаемся фейк-ньюс, то, что называется, ведь мы можем выдать новость, мы можем даже проверить в трех-четырех источниках автомонатирования, но кажется фейком. Это что значит? А телевидение еще вообще может сделать по-другому. Телевидение можно нарезать так куски, что смысл быть против того, что было. Поэтому я любую прямую эфир и не знаю, как вы меня нарежете. В этом смысле мне приходится вам доверять. Мы честные журналисты. Нет, не так, вот так. Все будет нормально. Роман, все будет хорошо. Да, мы нарежем. Роман, у нас есть чудесная традиция, по которой мы узнаем больше о нашем госте. Да, узнаем больше о нашем госте, задаем ему ряд вопросов и просим на эти вопросы ответить максимально быстро и максимально честно. Поэтому, поскольку день радио, поэтому вопросы будут больше, скажем так, про радио. Поехали. Итак, самый страшный слушатель на радио? Вэнсина пенсионерка. Отлично. Самый странный вопрос в прямом эфире, который был задан на радио? Ну, вопрос нам не задают, нам просто мысли высказывают. У нас есть постоянно слушатель. Ну, например, Владимир, большой привет Владимиру, он звонит нам каждую передачу, каждый тихий час и рассказывает о своем видении мироустройства. Это очень запасно. И так что было с самой странной его речи? Хоть раз. Самый вот прям хотелось выключить микрофон и смеяться. Я не сторонник мифов про ГМО, и вот когда он начал рассказать про ГМО, мне прям хотелось прям... ГМО захватили плану. Окей. Эхо Москвы или рекорд? Эхо Москвы, конечно. Почему? Я не люблю тех, но вот это... Ну, рекорды там общенные, такое понимание развлекательной радиостанции. Это для вас молодых, Кирилл. Да. Это для нас молодых, ребятушки. Да, для нас все. Лучше вести эфир одному или в паре? И почему? А, конечно, в паре. Почему? Ну, потому что ты можешь отдохнуть банально. Ты же можешь все время говорить. Да ладно? Ради этого, потому что на работу идут, все поговорить. Нет. Иногда нужно останавливаться. Иногда нужно остановиться и подумать. Есть такой фильм, он называется «Части тела» про Говарда Стерна, про американского радиоведущего «Из грязи в князь», который поднялся. Так вот, в этом фильме есть прям хорошая сцена, в которой они описывают пять слов, которые не должны никогда появляться в эфире. Они их, правда, называют. Мы их в силу цензы назвать не можем. Свои пять слов, которые никогда не появятся в радиоэфире. Но появятся в нашем. Я принципиально не матерюсь. Не, не, я не промат. Может быть, там, там, я не знаю, слово там «Экклезиастер», я не знаю, ну, какие слова. В радиоэфире может появиться любое слово, если ты его объяснишь. Ну, кроме матерных, естественно. И вообще можно словотворчеством заняться. Абсолютно. Роскомнадзор, за который можно накрячить. Все, у меня закончились вопросы, но я хотел бонусный задать. Все-таки. Молодые, современные журналисты, кто лучше? Три человека. Лучше? Три молодых. И мы не берем тех, кого мы уже сегодня называли. Портфенова, поздно радиоэфире и так далее. Дело в том, что сейчас… Возможно, с Ютуба кто-то. Нет. Возможно, кто-то из новостей. Проблема в том, что личность с телевидения ушла. Согласна. Личность из новостей ушла, потому что я помню новости программы сегодня, там, с Михаилом Асокином или с Татьяной Митковой. Это были авторские новости, это были сюжеты, это были репортажи. Сейчас мы видим новости, это диктор, синхрон, диктор, синхрон, диктор, синхрон, диктор, синхрон. Сюжетов очень мало. Очень мало. Поэтому говорить о том, что может они есть, но они нам не ведомы. Но мы, может быть, можем говорить не про новости, мы можем говорить про, скажем так, набирающие, там, типа Юрия Дудя, я не знаю, вот такого формата люди. назвать Юрия Дудя молодым журналистом как-то. Ему 30 лет, или 31 год всего. Он мой ровесник. Что, я его не могу назвать молодым? Он очень давно в профессии. Вообще молодой до 40 лет. А, нет, ну я имею в виду, может быть, те, кто по возрасту молодые, кто-то еще. Ну, феномен Дудя, вот если возвращаться к независимому журналисту. Что феномен Дудя? Феномен Дудя заключает в том, что он не фильтрует базар. Ну, банально. И, честно, мне нравится, честно реагирует. То есть, ругайся матом, он ругайся матом, делай что хочешь. У голой задницы всегда будет самый высокий рейтинг. Он ее регулярно демонстрирует. Я видел, как он облажался. Да, да, пожалуйста, будь самый высокий рейтинг. Нет вопросов. Когда он брал интервью, рейтинг попрет. Точно говорю, на канале, что нас показали голую жопу, эти сразу... Еще и сказали про нее. И все будет нормально. Он брал интервью Навального и начал материться по своей старой доброй привычке. А Навальный его так посмотрел большими глазами и не ответил ему так же. Интервью был сорван практически, потому что дальше было неинтересно. У гостей, ведущей совершенно очевидно находились на разных полюсах. Да, абсолютно на разной волне. И в этом смысле феномен Дудя именно в этом. Он задает те вопросы, которые бы обычный человек постеснялся задать, но которые этому человеку интересно. Денег сколько там? Опять же, вопрос о том, что вы обсуждали вначале. Сколько денег? Он мучил Парфенова, того же несчастного. Сколько стоит ваше кино? Миллион долларов? Или 800 тысяч? Или 750? Насколько я помню, все-таки он ответил ему на этот вопрос. Он ему, конечно, ответил в итоге, но вот опять же, я не думаю, что это классно. Поэтому Дудя особо не смотрю. Честно, неинтересно мне. Потому что человек... Ну как бы мы... Ты понимаешь эти приемы или тебе они неинтересны? С другой стороны, это вот тот самый авторский взгляд, о котором мы говорили. Он так видит. А дальше вкусовщина начинается. В финале эту тему, вспомню, Довлатова. Недавно переслушивала его компромисс в исполнении Хабенского, очень мне понравилось. И финал этой книги просто фееричен, когда брат Довлатова, который представляется в книге как человек, который дважды сидел в тюрьме и один раз за убийство человека, говорит Довлатову, мол, займись-ка чем-нибудь полезным, кроме журналистики, на что Довлатов отвечает, кто бы советовал, после чего ему брат говорит, вот я всего лишь убил человека и пытался закопать его труп, а ты, как тебе не стыдно? Поэтому, да, журналистика это призвание, если ты в этом призвании, то все хорошо, если нет, то, наверное, лучше не пробовать. А между тем, наша Ирина Вышигородцева решила попробовать себя в другой роли. Она решила стать депутатом. Что у нее из этого получилось? Смотрим дальше. Дамы и господа, сегодня здесь мы с вами собрались, чтобы услышать новый доклад. Доклад нового депутата, то есть меня. Я новый и новейший руководитель этого здания. Петр Иванович, расскажите, что вообще за сходка-то? Это очень важное мероприятие. Здесь, на самом деле, сейчас будет вершиться судьба города, но грамотно и правильно их могут ввести только тем, у кого есть конфетки. Те, у кого конфеток нет, у них прям не получится. Поэтому надо срочно всех конфеток наставить. Скажите мне, что здесь вообще? Почему людей столько много? Что все хотят-то? Да, перед праздниками решили собраться и решить очень важные вопросы на заседании городской думы. Но обычно перед праздниками собираются на природе. А почему здесь? Мы не очень организованы, чтобы идти на природу. А вы любите сладкое? Люблю. А я тоже люблю. Умеренных количеств. Умеренных количеств. А вот если у меня закончатся конфетки, вы мне купите еще один? Ну, если вы попросите, конечно. Купите мне, пожалуйста, а то у меня уже заканчивается. Хорошо. Ну, держите, пока я вас угощаю, а потом вы меня угостите. Замечательно. Хочу в депутаты пойти. Что мне нужно сделать? Сначала вам нужно получить поддержку избирательной. А где мне их взять? Где? В городе. Держите вам вот такую вот конфетку. Я люблю сладкое. Кушайте. Все для вас. Все мужчины любят сладкое. А, то есть вот на Зоя ли вы будете мне доказывать, что я люблю сладкое? Нет, не люблю сладкое. Нет. Вам придется взять у меня конфетки. Вам придется взять у меня конфетку. Смотрите, это вам. Это вам для меня, потому что я на диете. Я тоже, кстати, на диете. Тоже на диете? Неестественно. Но вам придется съесть мою конфетку. Сложно быть депутатом? В какие-то моменты, да. В какие-то приятно. А приятно в чем? Ну, когда помогаешь людям и они тебе выражают за это благодарность. В этом приятно. У меня получится быть депутатом? Получится. Получится? Конечно. Если будем работать, получится. А на чьи округ мне можно баллотироваться? На любой, который вам понравится. На любой, да? А на ваш можно? На мой можно. Ну, зачем же я вас буду подсидевать? Мне будет ред, такие конкуренты. Будем бороться. Ну, держите, чтобы у вас все было хорошо. Вкусненькие. Кушьте. Посоветуйте мне. Я тоже хочу стать депутатом. Что мне нужно сделать? В 20-м году я вам помогу стать депутатом. Поможете? А на какой округ кого мне подсидеть? Выбирайте. Я боюсь, что у меня потом где-нибудь в темном углу. Я за вас заступлюсь. Ой, как мило. Спасибо большое. Держите. Это вам. Приходите на мой округ. На ваш округ. Я боюсь, что я вас постижу. вы мне не получите. Нет, я вам отдам. Отдадите? Мне собственно в руки? Расскажите, на какой округ мне нужно баллотировать? На какой? На чей? На чей? Можете на мой. На ваш? Слушайте, здесь сегодня все такие с открытой душой. Мне нравятся сильные конкуренты. Я надеюсь, вы из их числа. А вы любите конфетки? Не очень. Не очень? Тогда все конфетки, которые есть у вас, вы мне отдадите, да? Да. Держите тогда. Сначала я вам. потом вы мне. Договорились? Есть. Ты что, снимаешь что ли? А ну убери камеру! Убери, убери, убери! Время действия нашего соседского вай-фая подходит к концу. Мы узнали многое о независимой журналистике. Самое главное, что мы о ней узнали, она... ее не существует. Знаем, как поднять рейтинг. И теперь, да. И теперь мы знаем, как поднять рейтинг. Возможно, в следующей программе вы увидите этот фильм от Кирилла Васенина. Ну а пока спасибо, что были с нами. Через 7 дней мы снова с вами встретимся и обсудим самые интересные, на наш взгляд, события наступающей недели. Пока-пока. Всем всего доброго, пока. До свидания, Роман. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин